Особое мнение на 101FM В поддержку независимых кандидатов, которых не допускают до выборов в Мосгордуму Многие получили серьезные побои, а вышло на этот митинг 10 тысяч человек 10 тысяч, и все они знали, что митинг не согласован с властями Во-первых, вообще интересно ваше мнение к подобной ситуации узнать Мое мнение, конечно же, нужно было допускать Тем более, что сейчас законодательство выборное, оно специфичное Мы об этом уже говорили, на самом деле, в прошлый раз И если посмотреть на то, как кандидаты ограничены в части подачи тех же подписей То шансов сдать правильно оформленные подписные листы в должном количестве совсем немного Более того, если есть большое желание у избирательной комиссии, она, конечно же, кандидата не зарегистрирует Вот один простой пример по выборному законодательству Ведь кандидат не может сдать больше определенного количества подписей То есть он может собрать, условно, при необходимости две тысячи подписей Избирком попросит только полторы Но максимальное ограничение будет те самые полторы То есть вы все две тысячи подписей не можете отдать и сказать, выберите там нормальный, как кандидат Вы сдадите только полторы, остальные у вас не примут А из этих полутора, условно говоря, тысяч брак не должен составлять более 5% Очень сложно это сделать, потому что кандидат еще и, на самом деле, не имеет доступа к базам, например, МВД По которым он бы мог проверить прописку, он бы мог проверить, действительно ли человек зарегистрирован по тому адресу, который указал Сборщики же иногда допускают ошибки Так случается, все мы люди Вот и результат, да, кандидаты в итоге не зарегистрированы Причем, ну, часто так бывает, что кандидаты от оппозиции бывают не зарегистрированы Поэтому мое мнение, не нужно было усугублять ситуацию Нужно было зарегистрировать, а дальше избиратели бы сами сказали, кто от них будет депутатом А у нас, как думаете, может быть что-то подобное или фальсификация при проверке подписи, это не про нас? Да посмотрите, как у нас проходили выборы в предыдущий, в действующий состав городской думы Сколько одномандатников было зарегистрировано, самого движенца И поймете, что эта ситуация актуальна в целом для всей страны У нас такая же история А вот по поводу митингов У нас вышли несколько человек, устроили одиночные пикеты Вот тогда, 27 июля, в тот день, когда в Москве была акция Они выступили в поддержку тех, кого задержали в Москве Ну и выступили против вот этих фальсификаций А как думаете, если бы на местных выборах было что-то подобное Что в Москве, в Мосгордуме, вышли бы люди массово на улицы? Повторюсь, у нас на наших выборах такое происходило уже Самовыдвиженцев, которые должны собирать подписи, не допускали до выборов Я честно скажу, да, во-первых, изменилась ситуация Во-вторых, отношения людей Вот для меня крайне удивительно, что не под какую-то бытовую проблему люди выходят в Москве на митинги А под политические заявления, под политическую акцию Это исключительно политическая акция И собирается там 10-25 тысяч человек Это в Москве, это в летом Когда все должны быть там где-то на дачах, выходной Для меня это удивительно Значит, действительно, вот такое внимание приковывают выборы в Московскую городскую думу И люди действительно вот так вот остро реагируют на то, что кандидатов не допускают Проблема перестает быть малозначительной для людей Крайне важно быть свободными в своем выборе Вот они сейчас эту позицию отстаивают Я думаю, что, безусловно, московские власти в целом должны отреагировать на проявление инициативы граждан И, наверное, дать больше свободы в части реализации Нами с вами, ну и в данном случае кандидатами Своего пассивного избирательного права То есть люди должны иметь возможность выдвигаться Их должны до выборов допускать А если к Кирову вернуться, вот у нас такая массовость, возможно или нет? Вообще я не припомню в Кирове ни одного митинга, который бы собрал, например, 10 тысяч человек И самый массовый, это вот, по-моему, из последнего собрал 2 тысячи человек Могут ли кировчане, жители Кировской области собраться под политическую повестку Например, за невыдвижение кандидатов на митинг, скажем, 2 тысячи человек, не знаю Не знаю, упаси Господь, чтобы мы столкнулись с такой проблемой вновь Я думаю, что все шансы есть у власти отреагировать избирком И должны регистрировать кандидатов Но если вдруг столкнемся, мне кажется, что Киров пока не готов Хотя я вот, знаете, последние изменения И в Москве-то был уверен, что так много людей не выйдет А вышли Ну вот там как раз говорили, да, что эти выборы, которые должны были быть незаметными И пройти тихо, да, вызвали вот такую вот реакцию Да, есть такая история, называется «сушить явку», да, и привыкли... Ну почему, опять же, там 8% появляется у нас на выборах? Потому что вот сейчас выборы в Кировскую городскую... До выборов в Кировскую городскую думу будут идти А информации мы не видим об этом, да То есть не пестрит избирком на баннерах где-то вот этой информации Нет в интернете, на телевидении информации о том, что у нас тоже будут довыборы Вот как раз мой вопрос об этом и есть, да Довыборы будут 16 человек на 2 места заявились Казалось бы, со стороны политических деятелей есть интерес, да, к этим довыборам А со стороны людей его нет Вот в том году были такие же довыборы, явка была 8% Вот вы знаете, в последнее время, несмотря на то, что мы привыкли до выборов видеть низкую явку Я в марте этого года ездил в Ижевск, где аналогичная ситуация была Доизбирали одного депутата местного госсовета И при планируемой, ну, ожидаемой явке там 6-8% На избирательные участки пришло больше 15% избирателей Ну, тоже ведь немного, да? Много, но значительно больше, чем в предыдущие периоды То есть люди просыпаются, люди понимают, что действительно их представитель В законодательных органах власти может и должен отстаивать их интересы То есть возвращается доверие, как мне кажется, к самому институту выборности Люди наконец-то начинают понимать, что вот слова Мой голос ничего не решает Это из вчера мой голос Действительно, очень много что решает Когда явка на довыборах будет 50%, хотя бы она основных там под 70 Мы с вами все удивимся от того, какой будет состав законодательного собрания Государственной Думы И действительно поймем, что можно спрашивать со своих депутатов Так а что должно в итоге все-таки произойти-то, чтобы поднять интересы Сейчас все уже происходит Вот Москва тому доказательства Сейчас как раз люди понимают, что сам факт выдвижения, регистрации кандидатов Это уже права человека на выбор И люди борются за свои права А дальше депутаты, ну кандидаты, которые станут депутатами, должны эти права граждан, которые за них голосовали, отстаивать Вот простая на самом деле демократическая система реализуется за счет выборов Когда мы все это поймем, все будет совсем по-другому Понимать начинают простые люди, которые вчера еще не верили в выборы Ну то есть все просто, ничего экстраординарного тут не нужно, да? Просто вот у нас в эфире политолог Дмитрий Ильин сказал, что чтобы привлечь внимание к довыборам Нужно, чтобы что-то произошло, нужна какая-то интрига и нечто за рамки вон выходящее Ну вот примерно то же, что в Москве было, да? Конечно интрига, она способствует явке на любые выборы, будь то довыборы, будь то основные выборы И там было опять же мнение, что интриги на выборах нет, что все равно победит кто-то там заранее предрешенный А потом проходят выборы, например, губернаторов И в нескольких регионах побеждают не те, кто вроде бы уже там должен кресло занимать Побеждают оппозиции И опять же жители этих регионов и всей страны понимают, что оказывается, повторюсь, их голос решающий И вот это все сейчас масштабируется, все это сейчас распространяется в целом на всю страну И люди совсем по-другому начинают относиться к выборам В конце концов, есть же еще другой принцип Если ты не знаешь, из кого выбрать, баллотируйся сам, пусть выберут тебя Вот и это начинают сейчас активные граждане понимать, в том числе участвуя на довыборах, на основных выборах у нас в соседних регионах К другой теме хочу перейти Это еще одна острая тема уже для нашего региона Возможное появление в Мородыково предприятий по переработке опасных отходов На прошлой неделе к нам приезжали представители Росрау, компания, которая как раз отвечает за появление этого предприятия у нас Они успокаивают, они встретились с общественниками, с местной властью, провели там несколько встреч и диалогов с журналистами И вот они успокаивают Кировчан тем, что химические отходы были опаснее А теперь вроде бы все, ну, как бы не так страшно Вот это аргумент? Ну, вы знаете, казалось бы, аргумент уже тот, что к нам не поедут радиоактивные отходы Мы же слышим, это несколько раз уже было повторено представителями Росрау А все, чего сейчас просим, это вы подтверждая, ну, вернее, заявляя какие-то там сведения, да, вы их подтвердите Если помните, и мой вопрос на встрече прозвучал, о том, что мы в прошлый раз обсуждали необходимость ознакомления общественности с техническим заданием Сейчас этого до сих пор не произошло По крайней мере, сейчас услышали с уроки Корольков, сказал, что техническое задание появится в сентябре Вот хотелось бы это техническое задание увидеть, потому что специалисты элементарно поймут по тому оборудованию, которое там планируется, да, то есть по проекту Что будем перерабатывать, да, я как выступал противником того, чтобы объект использовался под утилизацию отходов первого, второго класса опасности, так и выступаю Другое дело, что нас заверяют, что там все будет не так опасно, как вот мы там себе напредставляли Ну так покажите, да, то есть вот начнем с того, чтобы обменяться честной и достоверной информацией Отрадно, что эти встречи происходят, что от нас не закрываются И, ну, кстати, вот, допустим, насколько я знаю, в Саратове не так активно идет вот такая работа, да, и там общественники жалуются, что кого-то не допускают на эти встречи У нас, слава богу, такого нет, то есть все, кто хотел, пришли, все, кто хотел, вопросы задали Другое дело, что четких ответов на эти вопросы пока не прозвучало И мы их ждем Привести слова директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зиза Агаева тоже у нас в эфире Накануне в особом мнении Он сказал, что это не диалог, а имитация диалога Похоже на то, да, повторюсь, без четких ответов Если мы в третий раз соберемся вот так вот и прозвучат одни и те же вопросы и снова останутся без ответов Наверное, никто больше собираться не будет И, наверное, там более массовыми будут какие-то мероприятия у памятника Степану Халтурина, да То есть все же хотят получить информацию, никто не хочет просто так покричать Ну вот, опять же, я тоже была на одной из таких встреч Это была встреча с журналистами как раз И там этот вопрос тоже был задан представителем Росрау Они говорят о том, что, ну, ребята, мы сами пока не совсем знаем, что там будет Нет никаких проектов, нет ничего Тогда не требуйте от нас, чтобы мы все успокоились и ждали, пока вы узнаете, что там будет Да, мы переживаем, потому что это наша земля, нам не хочется, чтобы здесь, не пойми что, захоранивали, перерабатывали или что-то там еще Если у вас нет данных, давайте вместе попереживаем и сделаем так, чтобы к нам ничто ядовитое не поехало Вот, собственно говоря, позиция Если вы сами не знаете, не надо нас убеждать, что все там безопасно Тут ведь, опять же, если на эту ситуацию посмотреть несколько под другим углом Есть масса факторов, которые не добавляют уверенности людям Вот эти все там недомолвки, вот эта позиция, что мы сами не знаем Порождает у людей опасения, что вы нас либо обманете, либо вас обманут И вдруг там потом что-то поедет совсем ядовитое Давайте тогда встречаться, разговаривать уже о каких-то понятных вам и нам вещах Что будет? Батарейки, лампы, что-то еще Пока этого не произойдет, люди будут додумывать и имеют на это право Тему продолжим после небольшого перерыва Продолжается программа «Особое мнение» У микрофона сегодня Мария Кожевникова На напротив меня вице-спикер областного ЗАГС Собрания Владимир Костин Владимир, еще тему по Марадыкову хочу продолжить Еще один вопрос у меня есть тоже Все с тех же встреч Росрау с жителями Во время круглого стола в библиотеке имени Керцена Депутат УЗС Сергей Редькин предложил комиссии по экологии Раз она так активна и занимается вот этим вопросом Опросить каждого жителя региона, чтобы выявить позицию Потому что он говорит, ну вроде бы уже и власти наши не против И Куприд не против Может быть и жители-то уже давно согласны Но когда представители комиссии Парировали Редькину на это И спросили, а УЗС-то этой темой занимается Почему вот вы нам задачи навешиваете А сами вы этим вопросом занимаетесь Он ответил нет А вот вы что на это ответите? За себя скажу, не могу сказать там За все законодательное собрание Что было сделано мной и коллегами по фракции Мы в самом только начале, когда появился ШИЕС Если помните, да, история с ввозом в Архангельскую область отходов Из Москвы Озадачились тем, чтобы проработать Проект закона, который запрещал бы Ввозить отходы из других регионов На территории Кировской области Начали прорабатывать и поняли Что подобный закон будет противоречить Действующему федеральному законодательству Кстати, коллеги из Архангельска Пытались у себя подобный законопроект Через законсобрание провести И как раз таки ввиду противоречия Федеральному законодательству Не смогли это сделать Соответственно, и наша попытка Обречена на провал Потому что не может в Кировской области Действовать закон противоречий федеральному Федеральный предполагает Свободное движение товаров А твердые коммунальные отходы Любые отходы Это в том числе товар Поэтому мы сейчас не можем Подобный закон принять Ограничивающий ввоз На самом деле, если такой закон принять То тогда и завод не нужен Потому что у нас 2000 тонн отходов Намного меньше Другое дело, что тогда, наверное, появятся В каждом субъекте Маленькие объекты По переработке отходов Высокого класса опасности То есть глупо отрицать, что В нашей стране производятся такие отходы Другое дело, что вот сейчас Как мне видится, куда правильнее Допустим, подобный объект поставить В Челябинске, например Потому что в Челябинске производится То ли 25, то ли 27 тысяч тонн Ну вот в Сибири много Подобных отходов Да, а мы сейчас их базируем все ближе к центру То есть три из них В Приволжском федеральном округе Один в Уральском Да, в Кургане Ну под Курганом Соответственно Вся Сибирь будет возить в центр Зачем? В конце концов Там это железнодорожные Либо какие-то еще перевозки Которые, ну тоже могут Там привести к какой-то аварии Например Техника порой выходит Из строя Ну либо еще не все планы озвучены Чем меньше по расстоянию мы везем Тем лучше Вот такая есть позиция Пока ее никто не слышит То есть в разумительного ответа Почему объект должен появиться В Мородыково, например Или в других частях Которые предлагаются Да, четыре вот эти объекта Не слышим Но он был Ответ был таким Что это программа федеральная О том, чтобы перепрофилировать Именно эти объекты Я не считаю этот ответ в разумительном Мы говорим о в разумительном ответе Что есть сейчас в Мородыковском Что нельзя построить на те самые Пять миллиардов Которые заявляют Как будто бы выделенные Например, в том же Челябинске Еще раз повторюсь В Челябинске производится уже Там 25-27 тысяч тонн Как мне кажется Если там жителям сказать Что мы хотя бы это сейчас будем Перерабатывать А не где-то там захоранивать Не пойми где Они, может быть, даже и обрадуются Надо попробовать Сейчас же этого не сделано Давайте вернемся к работе ОЗС Чем занимается ОЗС Мы в вашей студии Впервые, можно сказать На Кировской области Этот вопрос обсуждали Со Светланой Занько Как только информация прошла Как только постановление Было опубликовано Я имею в виду постановление Правительства Российской Федерации Вот начали обсуждать И на тот момент Мои попытки узнать Что происходит В ЗАГСобрании Привели к тому Что эта тема Хотя бы начала обсуждаться Сейчас больше информации Намного Спасибо Открытой позиции Правительства Кировской области По крайней мере Правительство тоже приглашает Сюда к нам Представителей Русрау Обвинять правительство Здесь в каком-то бездействии Просто не представляется Возможным Потому что здравый смысл Подсказывает Что они здесь Примерно обладают Такой же информацией Как мы И реагируют Примерно так же Я не возьмусь Сказать Что Например Если Русрау Не знает Никаких условий Тех заданий Уж точно об этом Не знают В правительстве Кировской области И сейчас пытаются Вместе с общественностью Разобраться Что к нам поедет И поедет ли Вот Поэтому Надеюсь Что в ближайшее время К сентябрю Как Русрау Заявляет Мы информацию получим И будем понимать Что дальше Мы совместно Надеюсь Будем делать Заксобрание Сейчас мы По крайней мере Те депутаты Которые например В круглом столе Участвовали Как и все Как и жители Кировской области Собственно говоря Являясь жителями Кировской области Пытаются разобраться А что это за такое Новый объект В Марадыковском Ну а почему тогда Так происходит Что вот Ваш коллега Отвечая за всех Говорит нет Ну это наверное Вопрос к коллеге Я не могу Либо занимается Одна фракция И не занимаются все Я могу предположить Что Коллега Риткин Имел ввиду Например Вот Опрос Каждого жителя Это же довольно Такий большой объем работы Наверняка Все коллеги Со своими избирателями Встречи проводят Общаются Вот я допустим Был в Оричах И когда люди пришли Там Ответ был однозначен Нам объект не нужен По крайней мере Вот с теми данными Которые у нас сейчас есть Он нам не нужен И вроде бы Это жители Оричевского района В том числе жители Поселка Мирный Да Которые Может быть Работу получат там Но они Говорят Что мы не хотим Этот объект Кто-то в Кировской области Еще хочет Я вот лично не слышал То есть Ко мне на прием На встречи такие граждане Не приходили Которые бы сказали Совсем Ни одного Не приходило Которые бы сказали Мы хотим Объект В Мордыковском И нам без разницы Что там будет перерабатываться Таких нет Поэтому Наверное Сам вопрос Нужен ли объект В Мордыково Является таким Риторическим Очевиден ответ И единственное О чем мы будем говорить Сколько процентов Там 99 Или 99 И 9 Голосует Против объекта То есть Очевидные вещи Возможно Сергей Саныч Имел ввиду Историю О том Чтобы сделать Ну так сказать Легитимизировать Вот это вот Мнение Чем больше людей Опросили Тем Вероятнее того Что это Мнение всех жителей Кировской области Хотя опять же Кажется что ответ Очевиден И здесь Я бы не стал Перетягивать Там канат Кто Должен это делать Законодательное собрание Общественная палата Правительство Все должны это сделать То есть Если у нас есть Иное мнение Давайте его озвучим Пока звучит одно Объект не нужен Русрау По словам первого Зама Его гендиректора Готова сотрудничать С кировским бизнесом Они говорят Что Ну вот Тех площадей Которые есть На объекте Их для нас Много И мы можем Ими поделиться И кто-то Вот может Разместить там Свои производства Построить там Эко-технопарки Или установки Малотоннажной химии Говорит Максим Корольков Вот Как думаете Наш бизнес Такое сотрудничество Может заинтересовать? Мария Мне вот Сама информация Кажется странная Опять же Мы вроде бы Как не знаем Ничего пока Про проект Мы ничего не знаем Даже про техническое задание А он говорит уже Что площадей Но площадей уже много То есть коллеги Вы Либо Рака из-за камня Вы видите Либо Не говорите Такие вещи Давайте дождемся Тех заданий И будем его обсуждать Пока мне вот Сложно комментировать То что говорит Господин Корольков Потому что Конкретики там нет Ну а вообще Обсуждать воздух Честно скажу Мы уже наверное Все общественники А если со стороны Бизнеса наших Людей поговорить А бизнес-то опять же На что звать Вот у нас есть Какие-то невостребованные Площади Рядом с чем Будут эти площади Соседствовать То есть с чем Непонятно Сколько по объему Непонятно Что там будет Опять же Какие коммуникации Туда зайдут Непонятно Кто туда придет Со столькими вопросами Это Разговоры ни о чем Хорошо Тогда еще один вопрос О возможностях Для нашего бизнеса Предоставить их Хочет на этот раз Гороадминистрация Там готовят документы Которые Позволят предпринимателям Работать на льготных условиях В зонах отдыха В парках И параллельно Их благоустраивать Как думаете Вот такая история Наш бизнес Может заинтересовать И что нужно Чтобы заинтересовало Вы знаете Городская администрация Очень много делает заявления А потом почему-то прячется И не предпринимает Никаких действий Реализации Ну вот документы уже готовят Опять же Как только подготовят Как только покажут Бизнесу условия Бизнес как-то отреагирует Мне кажется Правильнее При подготовке документов Создать Какое-то рабочее совещание Всех Предпринимателей Которые трудятся На этом рынке Пригласить И услышать Что бы им было полезно Для того Чтобы они территорию развивали То есть Например Мы хотим Чтобы парк у цирка Был красивый Чтобы у нас там Не бегали крысы Чтобы никто Не фотографировал Вот эти всплывающие Пакеты Которые только в середине Или даже в конце июня У нас там убирают Чтобы пруд был красивый Кто готов этим заниматься И что вы хотите Получить взамен Вот наверное там Конструктивный диалог Но вообще история Это хорошая Нужная Нужная безусловно Потому что Если в городе Нет денег на содержание Общественных территорий Например Опять же Того же парка У цирка Конечно нужно туда Привлекать бизнес Тем более он там есть Давайте откровенно говорить Надо провести ревизию А бизнес там сейчас На каких условиях трудится Он выжимает все Из парка Откровенно говоря Уже весьма уставшего Или готов вкладываться Может уже вкладывается Тогда куда идут эти деньги Рискну предположить Что сейчас бизнес Недостаточно активно Вложился В инфраструктуру И наверняка Рискну предположить Что есть предприниматели Которые готовы Этим заниматься И взамен Готовы получить Возможность работать На парковой территории Конечно нужно делать Но другой вопрос Что Повторюсь Администрация Очень много чего говорила Но часто это заканчивается Имитацией бурной деятельности И ничем конкретным У нас сейчас Перерыв на рекламу И продолжим с другой темой Особое мнение На 101FM Да это действительно программа Особое мнение И сегодня его высказывает Вице-спикер ОЗС Владимир Костин Владимир на прошлой неделе Состоялся общественный совет При РСТ Вы там были И одна из тем Которая обсуждалась Исполнение инвестиционных средств 200 единиц техники Купили только 50 И при этом платят Подрядчикам За транспортировку мусора Нет ни Мусоросортировочных станций Ни тем более Мусороперерабатывающих Каких-то предприятий А вот реально Вообще Эту инвестсоставляющую С тарифа убрать Как это Может произойти И вы в этом направлении Уже что-то делаете Вообще Реально Туда ее не включать Если Ну уже включили Включили Вот сейчас Нужно С подрядчика Спросить А как Инвестпрограмма РСТ Как раз Ставит Вопрос Таким образом Мы Увидели Инвестпрограмму Да по цифрам Там все бьется Дали добро На ее реализацию Но не имеем Возможности Ее контролировать И вот сейчас вопрос А кто ее контролирует То есть хорошо Это все согласовано Это все попало в тариф А организация Инвестпрограмму Не реализует Фактически С нее Какой спрос Никакого Мы с вами просто платим Все это в тарифе А приобретется Будет приобретена техника Будут построены Там Сортировочные комплексы Не будут Все зависит От Компании Которая сейчас На рынке работает От регионального оператора Под названием Куприт Это справедливо? Нет К вопросу Реально ли убрать? Конечно реально То есть нужно Пересматривать тариф Сейчас там Я надеюсь прокуратура Отреагирует Выйдет в РСТ С требованием Пересмотреть тариф Для этого конечно Нужно провести работу А пересмотреть тариф На каком основании? На основании того Что инвестпрограмма Не выполняет То есть сначала Нужно доказать Что она не выполняется? Конечно Да И я думаю Региональный оператор Здесь должен проявить Открытость В случае если там Не проявят Опять же Уполномоченные органы В том числе Наверное правоохранительные Должны просто Получать доступ К документам Получать доступ К фактическому оборудованию Которое как будто бы Или может быть Действительно приобретено Но мы же с вами Этого не видим Опять же по технике Если говорить Да Техника должна быть закуплена Зачем нужны Субподрядчики? Ну вот зачем они нужны? И каждый ведь Закладывает свою Какую-то рентабельность Пускай небольшую Но если каждый Заложит по 15% Мы выйдем В 50% Здорово Когда у нас Четыре организации То есть Три субподрядчика И организация Которая реализует По факту вывоз мусора Зачем они нужны? Это все в тарифе Это все мы с вами оплачиваем Потом конечно же Нам объясняют Что извините Дешевле не может быть Не может Если вдруг Пустить каких-то Нахлебников Которые единственное Чем занимаются Получают заказ И передают его другому Следующая организация Снова получает заказ И передает ему другому Зачем Субподрядчики нужны? Никто не может ответить А на минуточку Транспортировка В тарифе Составляет 58% То есть Мы не за Утилизацию Как таковую Мусора Платим Не за его сбор Мы основную часть денег Оплачиваем Как раз за транспортировку И это опять же К вопросу О территориальной схеме У нас есть Полигон Который Я не знаю Почему это полигон Вот искренне не понимаю В Орловском районе Рядом с Орловым Расположен Но почему-то Это не свалка Хотя там Забора По периметру нет Есть только фасадная часть Метров 20 может быть Заезд Фактически не охраняется Ну в общем Полигоном это не назвать Но тем не менее На этот псевдополигон Мусор возят Из Орловского района Котельнического района Свичинского Шабалинского Части Арбашского И некоторых Населенных пунктов Подосиновского Согласно территориальной схеме Из Подосиновского района Мусор Возят через Нижегородскую Я уже устал об этом говорить То есть если это Эффективная там Работа с мусором То верните нам Ту старую Неэффективную При которой вот такого Бардака не было И по крайней мере Там деньги такие большие Мы не платили А те же жители Орлова Сейчас жалуются Что количество контейнеров Уменьшилось В Орлове Они завалены Все битком Вывозятся через раз Жители понимая Это вынуждены Искать возможность Где-то свой мусор Складировать Вот она рядышком свалка Пытаются туда приехать А собственник Их туда не пускает Куда они везут Где-то в лес В какую-то яму Или под елку Зачем нам нужна Такая мусорная реформа То есть если не можете Сделать хорошо Нечего делать вообще До этого Какие-то были свалки Полигоны Это неэффективный способ Но для того Чтобы мы могли сказать Что это реформа чистоты Нужно сначала Подготовить инфраструктуру Озаботиться тем Чтобы у нас появились полигоны Озаботиться тем Чтобы пришел Реальный региональный оператор Который будет обладать И техникой И наверняка Озаботиться тем Чтобы появилась сортировка Как следствие Все равно появится переработка И вот тогда Мы должны это все реализовывать Тогда мы должны деньги собирать Если эту инвестсоставляющую Исключить из тарифа Ну казалось бы На что это все строить Ну вот это все равно Что знаете Там Кто-то кому-то Обещает оказать услугу Услугу не оказывает А второй человек Ему все равно деньги платит Вот почему Это все должно быть в тарифе Когда этого фактически Не делается Здесь не вопрос Как сложно это убрать Здесь вопрос Опять же Почему с нас до сих пор Деньги-то берут И опять же повторюсь Здесь Мне кажется Большое поле работы Для правоохранительных органов Как минимум Озаботиться А что за инвестиционные программы Какие есть условия Что сделано на сей момент Так а что-то сделано Вот в этом направлении Это что-то делается Какие-то письма Может быть в прокуратуру Еще что-то Как долго еще платить-то будем Или есть уже Реально Те же общественники Обращались Насколько я знаю В Куприт С целью Получить обратную связь По реализации Инвест-программы И получили ответ Мы не обязаны Вам отчитываться Это деятельность Коммерческой организации Она извините У нас там Под грифом Тайны То есть могут ответить А могут не ответить Но тогда еще раз повторюсь Наверное должны Заинтересоваться Те у кого Такие отговорки Не пройдут Те кому информацию В любом случае Предоставят Если вдруг Куприт не согласен С тем что я говорю Но приглашайте Общественников Покажите Все те вложения Которые в инфраструктуру Были сделаны Просто вот там Давайте выставим В ряд технику Где-то на территории Куприта Я не знаю Хоть на театральной площади Покажите что 200 единиц техники Закуплено Покажите что Там наверняка У нас где-то Мусоросортировочные Заводы стоят Может быть полигоны У нас появляются То есть все то что Было согласовано Как инвестиции Реализовано или нет Если да Ну все Вопросов не будет Уверен Но рискну предположить Что это не так Времени мало остается Поэтому хочу Перейти к другой теме Уже упоминала Об Азизе Агаеве У нас в эфире Он высказался еще По поводу одной темы И предложил создать Альтернативную Общественную палату Он говорит Что вообще-то Общественная палата Совсем не нужна Если ОЗС Работает хорошо Я прям вот цитирую Его цитирую Но раз ОЗС не работает Приходится работать Общественной палате При этом в общественной палате Я просто напомню Представители и ОЗС И губернатора Есть И еще есть Одна часть Это те Те, кто выдвинут Общественными организациями Но и тех выбирают Члены, которые Выдвинуты губернатором И ОЗС Замкнутый круг Да И вот в последний раз Выбирали так Что довольно известный Общественник Константин Сичихин В палату не прошел Это были до выборы А прошла Директор школы Из Кирова-Чапецка Анна Шкляева Во-первых Вашу оценку Такого выбора Хочу услышать И во-вторых Интересно Было бы услышать Вот какой-то ответ Азизу Агаеву И ваше мнение По поводу создания Альтернативной палаты Ну знаете Точно не стал бы давать Оценку Такому выбору Потому что это выбор И все те Кто выбирали Чем-то руководствовались Это вопрос К представителям Общественной палаты Если там Так интересно Кандидатам Они наверняка Могут спросить Почему тот или иной Член Общественной палаты Сделал такой выбор В части того Что ОЗС Не дорабатывает Безусловно так И вы наверняка Знаете Как у нас В частности Последнее пленарное заседание Прошло Соглашусь с тем Что нам еще Работать и работать В части Как раз таки Реагирование На запросы Жителей Кировской области Когда у нас Мусорная реформа Буксует на все Четыре колеса И только там По пальцам Одной руки Можно сказать Количество депутатов Которые как-то На это реагируют Пытаются что-то Изменить Наверняка Это вопросы Ко всему Законодательному собранию К председателю В первую очередь В части того Что общественная палата Не нужна Но при этом Нужно создавать Альтернативную Не соглашусь Общественная палата Должна быть Органом В котором Представлены Общественники А не те люди Которых Органы госвласти Туда Отправили Делегировали Вот с этим Я абсолютно согласен Не согласен С тем что Какая-то квота Должна быть отдана Правительству Или законодательному собранию Вот не согласен Но вот она в этом и говорит Что если эту переделывать Может нет смысла Ее переделывать Сделаем другую палату Есть общественные организации Есть представители Общественных организаций Которые В качестве общественников Себя уже давно Зарекомендовали Вот конкурс Должен проходить Среди них То есть вам кажется Что нужно Переформатировать Вот этот формат Который сейчас есть Формат назначения Да Потому что Когда общественная палата Имеет главную цель Как-то сделать Легитимными Какие-то решения Да Ну или там Обозначение позиций А наоборот сейчас так Нет Сейчас общественники Во многих позициях Принципиальны И отстаивают Права жителей Кировской области Другое дело Что видите Вот есть какие-то Да там Недоработки Есть к чему стремиться Общественная палата На мой взгляд Это должен быть Такой орган Куда жестче Чем законодательное собрание То есть если сейчас Мусорная реформа буксует Вот общественники Там должны прям лютовать Задача ЗАГСобрания Все-таки там В первую очередь Законотворчество И депутаты наверняка Должны реагировать На призывы общественности Что-то изменить Да О попытках уже Рассказал в частности По запрету Запрету Воза А общественники же Должны контрольную функцию Активней Отрабатывать Да И они могут это делать Только если они независимы Вот сейчас Опять же По активности Общественной палаты Видно Кто может Кто не может Добиваться Тех результатов Которых ждут Жители Кировской власти От общественной палаты И от ЗАГСобрания тоже То есть вот здесь Я бы не стал говорить Что там Кто-то работает Лучше Кто-то работает Хуже Нам всем есть Еще к чему стремиться Давайте резюмируем Все-таки Альтернативную нам не надо А с этой мы что сделаем Безусловно нет Даже у этой общественной палаты На самом деле Там есть ряд полномочий Которые фактически Не востребованы Общественная палата Например Имеет право Законодательную инициативу Подобным правом По-моему Общественная палата То ли один То ли два раза Пользовалась И это Были инициативы Или инициатива Связанная Связанная с работой Общественной палаты Собственно говоря Ну не с какими-то вопросами Которые в общественной палате Обсуждаются Так что наверное Здесь коллеги тоже могут Активней Принимать участие Работа ради работы Точно никому не нужна Вот та часть Тех функций Контрольные Которые общественная палата Выполняет Безусловно Приносит результат Много проблем В частности По дорожному строительству Общественники Вскрывали И общественной палате За это спасибо Альтернативная Я считаю Не нужна Та общественная палата Которая существует Просто должна стать независимой А как Что должно произойти Выбирать общественников Должны Максимально открытой И без участия органов Государственной На этом программа Особое мнение заканчивается Спасибо Владимир Доброго дня вам И доброго дня Всем слушателям Особое мнение На 101FM